И вот мы с вами приближаемся к последним главам этой книги, которая называется «Чтобы ты остался евреем». И это поездки в Россию. И Равыцков вспоминает, в конце 80-х, а вернее после 90-го года, когда немножко приоткрыли границу, я стал регулярно ездить в Россию на праздники. И обычно приезжал в московскую Ешиву Турат-Хаим. Ну и в другие города тоже меньше, но ездил. И вот в Песах я решил взять в Ешиву свой старый лагерный чемоданчик. В Ешиве было много народу, за столом сидело около ста человек, и я провел седр. А пока гости ели, начал им рассказывать. Я даже не ожидал, что выжив, вызовут такой интерес. Ведь весь праздник мне пришлось рассказывать про Песах в лагере, про антисемитизм и геноцид, который планировал Сталин. Помимо того, что утром и вечером я преподавал Тору и, в общем, говорил целыми днями. Я чувствовал себя счастливым. Правда, устал ужасно. Но если я не расскажу, то кто расскажет? Кто остался из моего поколения? В тот раз мне так нравилось в Ешиве. Как-то зашел ночью в синагогу, в Байт-Медраж. Смотрю, было уже в районе часа, сидят несколько человек и занимаются. Я постоял у двери, меня никто не видел. А потом зашел в 6 утра, и тоже уже сидит один студент и учится. И он не видит меня и не слышит. Это о чем-то говорит. В тот год эти, которые начались совсем недавно, уже могли-могли молиться вслух и читать свиток Торы. А раньше нет. На самом деле, те, которые уже читали свиток Торы и молились перед всеми, раньше они даже одной буквы еврейского алфавита не знали. И вот, продолжает Равыцкак, Впервые в жизни со мной случилось такое. Я вёл урок и вдруг закашлялся. Меня отвели в другую комнату и вызвали врача. Что-то странное. Я даже не мог говорить. Плохо слышал. Я не слышал даже то, что говорит врач. И ничего не понимал. И врач рассказал, что это был приступ астмы. Но на следующий день Седар я провёл нормально. И в другие дни нормально преподавал. Все три недели я был сам не свой. Но, с другой стороны, я был очень доволен, что приехал в Ешиву на Седар. А теперь эта глава называется «Об этом стоит подумать». Пахнут ли деньги? Новоприбывшие в Израиль нуждаются, очень нуждаются в деньгах. А те Ешивы, которые создаются для русскоязычных, болей Чува, многие из которых новоприбывшие, тоже нуждаются и остро в деньгах. И вообще, тема пожертвований, займов не минует никого. И, конечно, еврейский закон этим серьёзно занимается. У кого можно брать сдаку, пожертвования? У кого можно взять деньги в долг? В жизни я многому научился на своём горьком опыте. И скажу вам совершенно откровенно. Не стоит брать деньги взаймы у непорядочных людей. Как-то в лагере мне срочно потребовалось пять рублей. Обычно я старался одалживать их у приличных людей. Но на этот раз мне пришлось взять в долг у человека, которому я не хотел обращаться за помощью. Я никому не пожелаю тех мучений, которые стоили мне эти деньги. В конце концов, я ему отдал в три раза больше, чем одолжил. И твёрдо усвоил одно условие. Если есть выбор, надо брать в долг только у достойного человека. А как я уже объяснял по поводу сдаки, Тора предписывает еврею постоянно отделять определённую часть от своих доходов и отдавать её бедным. И, прежде всего, на поддержку изучения Торы. То есть, по закону, по Аллахе, не всякие деньги можно брать. Как раз недавно мне случилось разбираться с вопросом от сдаке. Пришёл ко мне в гости один человек, который хотел пройти ги-юр. Он спросил, можно ли ему уже сейчас отдавать десятую часть дохода над сдаку. Но мы стали, ну, думать. На поддержку изучения Торы сдаку у нееврея брать нельзя. Еврейским бедным он тоже не имеет права давать. Ну, может быть, на что-то можно. Мы с ним рядили, судили, думали, думали, искали и, наконец-то, нашли. Кто нашёл? Конечно, Равыцкая. Закон разрешает такому человеку помочь Ешиве оплачивать аренду помещения. Я отвлекусь, у меня был вопрос. Мы сделали издательство, чтобы на русском языке издавать какие-то книги для приближения евреев к Торе. И я спрашивал у большого мудреца, у Рава Зильберштейна из Бнейбрака. У меня есть спонсор, у которого только отец еврей. А книжка, которую мы планировали, она должна была выйти. И это великий сефардский мудрец, который жил в средневековой Испании. И можно ли брать у него деньги на издание такой книги? И Рав Зильберштейн сказал, несомненно, можно, видите, чтобы приблизить другого еврея к Торе. Он же оплачивает перевод и печать книги. А то, что она будет делать заповеди, это уже как бы производная от этого. Так что, и я спрашивал тоже у великого мудреца, раввина нашего района, Рав Цви Вебера. И он сказал, что да. Итак, можно ли брать сдаку у еврея, который публично нарушает субботу? И это тоже вопрос. Бриский ров для своей ешивы не брал ни у кого, если он не был твердо уверен, что это еврей, брат по заповедям, исполняет все заповеди. С другой стороны, великий мудрец Абрам Гениховский, он сказал, что если у еврея, даже не соблюдающего заповеди, берут на Тору, это его пригласительный билет в Ган-Эден. И он говорил брать. Вы понимаете, это непростой вопрос. Итак, продолжает Рав Ицкак. Здесь мы видим аналогию с законами о жертвоприношениях. Можно нееврею принести жертву в храме, если она приносится во имя единого Бога. Но какую жертву? жертву всесожжения. А у еврея, публично нарушающего субботу, жертвоприношения не принимали. Помните, продолжает Рав Ицкак, я рассказывал вам, что в России иногда получал к празднику Суккот Этроги. Мне их присылал один из моих родственников из Израиля. Это был двоюродный брат Дов Йосеф Тайц. Старший брат Равина Пинкаса Тайца, о котором я рассказывал, который в Америке обучал евреев по американскому радио, и его Талмуд слушали тысячи, уроки по Талмуду слышали тысячи человек. Так вот, Дов Йосеф приехал в Израиль еще в 1925 году, задолго до основания государства. Он построил свой дом и посадил несколько деревьев и трогов. И это он мне посылал в Советский Союз Этроги из своего сада. Так вот, этот Дов Йосеф, он очень хорошо ориентировался в вопросе о деньгах. Он был к нему очень чуток. И вот, когда в 1948 году было основано государство Израиль, в Израиле через какое-то время была специальная операция, привезли около 50 тысяч евреев из Йемена. Но социалистическое правительство правящей партией Мапай во главе с Бен-Гурионом делало все, чтобы оторвать их от Торы. И они действовали, может быть, даже более сурово и жестче, чем то, что делала еврейская секция коммунистической партии Советского Союза в 20-е годы. Так вот, дом Йосиф много помогал этим прибывшим йеменцам. Помогал, чем мог. Отдавал все силы, все время. И вот, из Министерства религии к нему обратились и сказали, что хотят, чтобы он работал в этом Министерстве на ставке, пойти на службу, но он не согласился. Если вы будете платить мне деньги, вы будете моими хозяевами, как-то сказал он. А когда я сам по себе, то хозяин я, и я решаю, как поступить в таком или в другом вопросе. И всю жизнь продолжал эту работу, преодолевая невероятные трудности, зато независимо, так как считал нужно. Я замечу в скобках, что именно это предлагали Равыцко Кузильберу. Когда он видел, какие мытарства претерпевают евреи из бывшего Советского Союза, чтобы доказать свое еврейство, чтобы жениться, чтобы сделать купу, он помогал им выкрутиться, как он любил говорить. Забегал в один каминет, в другой, с такими документами, с дорогими. Я знаю, что он часто и подсовывал маленькую такую купюру одному чиновнику, другому, чтобы обойти все вот эти страшные бюрократические припоны. Так вот, продолжает Равыцко говорить про своего родственника, Равтайца. К сожалению, мне не довелось встретиться с ним. Он умер за несколько лет до моего приезда в Израиль, 72-м году. Кстати, он был большой еврейский мудрец. И Рав Ицкак добавляет, и воспитанный. Несмотря на воспитанность, когда по шабатам специально эти левые социалисты ездили в религиозные районы в субботу, он просто ложился на мостовую и не давал этим машинам ездить, чтобы не допускать нарушения субботы. Видите, как Равыцко говорит, воспитанный, вот это самопожертвование. Есть люди, которые не хотят брать деньги для Ишив, даже у государства. И это Ишива Брийский, другие. Не хотят оказаться в положении, при котором какие-то чиновники смогут диктовать им, когда, какие праздники отмечать, какие флаги вывешивать. И здесь я должен расшифровать вам. Ученик Хофицкаема Равка Анеман, который основал Ишиву Поневиш, он говорил, что евреи, религиозные евреи должны просить все силы, а представьте себе, это 50-е годы, когда это социалистическое анти еврейская партия стояла у власти, когда еменским евреям срезали пейсы, и при них они смотрели в ужасе, их мадрихим, их воспитатели курили в субботу. Вы понимаете? так вот, Равка Анеман, он говорил, что все силы евреи религиозные должны бросить на то, чтобы сейчас делать тысячи тфелин. Для чего? Он говорил, скоро во всех кибуцах все эти кибуцники попросят тфелин. То есть, он предвидел поколение раскаяния. Сейчас почти нету кибуца, в котором бы не было построена синагога. От идеологии, от всей этой социалистической идеологии осталось даже пыли. Может быть, пыль где-нибудь осталась. Потому что вот та идея, то, что мы с вами прошли в Советском Союзе, когда нас учили с юных лет, что все мы происходим от той покалеченной обезьяны, которая сорвалась Светки и пошла строить светлое будущее во главе с коммунистической партией. Ведь это была основа. Им так подходил Дарвин к их материалистическому взгляду на историю. А моя преподавательница научного капитализма, который я сдавал, капитал Маркса, я до сих пор с ней дружу, она не еврейка, живет в Питере. Она мне сказала на последней встрече, вы знаете, а ведь Маркс ошибался. Он не учитывал это особенное творение творца, человека. Он думал, это только приложение к машине. Настолько они были уверены в своей правоте, что все эти старые еврейские ценности отжили. мы должны, конечно, учить Танах, как нашу историю, говорил Бен-Гурион. Он всю жизнь учил Танах. И он думал, что вот это новое поколение сабр, новых израильтян, которые похожи на колючий кактус, который с внешней стороны колючий, а внутри сладкий. Вот мы воспитаем новое поколение. Воспитали. Так вот, я говорю про Равка Анамана. Рава из Поневежа, который потерял во время войны жену и 10 или 11 своих детей там, в Литве, в Поневеже. Здесь он построил Ешиву, одну из первых Ешив, и он говорил, здесь будет тысяча учеников. Думали, что он немножко не в себе. Это то, что он сделал в Нейбраке. А сначала он снял будочку сапожника, и у него было 5-6 учеников, и он говорил хозяину маленькой лавочки, чтобы он отпускал ему в долг, чтобы он кормил своих учеников, потому что когда у него будет тысяча учеников, он будет брать у него продукты. Так вот, он над Ешивой своей вывесил флаг Израиля, а другие религиозные евреи его осуждали, он говорил, мы должны видеть то чудо, которое на наших глазах делает творец. А когда глава секции в Кнессете Рав Лоренц предложил ему стать членом Кнессет, этот Рошь Ешива, великий еврейский мудрец, Коин, ученик Хопетс Каина, он сказал, у меня недостаточно костюмов. Он говорит, как, зачем? Каждый раз, когда я буду видеть в Кнессете, как охуляется имя творца, я должен разорвать одежды, поэтому я не могу быть членом Кнессет. Так вот, это то, что известно, что когда партия, которая выступала против этой социалистической партии, которая выступала за сохранение традиций, партия Минахома Бегина, Херут, когда они пришли к власти в 78-м году, после 30-ти лет в оппозиции, они предложили евреям, религиозным евреям, полностью взять на себя оплату всех нуждешев. И тогда выступил Равшах и сказал, нет, я не согласен, потому что мы будем полностью зависеть от них. Нет, часть можно брать, а большая часть, большую часть мы будем брать от наших спонсоров, наших братьев, соблюдающих Тору и заповеди. Итак, продолжает Равицкак, есть особенная заповедь возвращения потери брату твоему. Нашел твое, так называется эта маленькая подглавка, как-то пришел ко мне ученик и принес большую пачку денег. Он нашел ее возле главной автобусной станции в Иерусалиме, так она мерказит. Я спрашиваю него, зачем ты сюда их принес? Нашел твое, бери и радуйся, ведь в Талмуде, в трактате Баба Митсия, в разделе, который называется Элемитсиес, и обычно в Ешивах, особенно для Баалейчу, вас с этого начинают вводить их в изучение Талмуда, и много лет подряд я преподавал Торат Хаим именно эту главу, и я помню, как у нас один из учеников, которому было 75 лет, Раф Хаим, он сделал завершение этой главы, мы устроили ему праздник, сиюм, завершение главы, так вот, что там написано, если деньги валяются в общественном месте, а обычно у денег нет опознавательных знаков, они не находятся в бумажнике, бумажник это знак, по которому можно вернуть, не написано даже, если написано на одной купюре имя и фамилия того, кто потерял, все равно, если в общественном месте, где множество людей, это предназначено для отчаяния, то есть, а у денег нету знака, что если даже там написано, вполне возможно, что человек уже мог на эти деньги купить, что-то продать, через сколько рук они прошли, владельца искать не надо, деньги твои, но этому моему ученику был известен закон, мы учили, закон, что он может брать, но он говорит, все-таки сердце мне не позволяет, не хочу брать, давайте посмотрим, может быть, найдем какой-нибудь знак, знаки, признаки, и действительно, среди купюр мы обнаружили какой-то непонятный документ, и я предпринял целое исследование, разбирался так и сяк, что к чему, кто-то сделал покупку в магазине, и дал владельцу магазина этот документ, а торговец потерял его вместе с деньгами, ну, там было на этой бумажке, на документе телефон, я позвонил в магазин и попросил хозяина, и я попросил его прийти ко мне, и он пришел, я спросил у него, скажите, вы, может быть, потеряли крупную сумму денег, он сказал, да, когда, в такой-то день, где, предположительно, в районе Таханы-Мерказит или где-то рядом, а сколько там было денег, ровно столько-то и столько-то, все совпало, вот вам ваши деньги, хозяин был просто на седьмом небе, предлагал нам зайти в магазин, купить, что мы пожелаем, он даст все со скидкой, но, конечно, я не пошел, и даже тот, кто нашел, которого он хотел так отблагодарить, и тот отказался, но освящение имени творца Кеду-Шашем получился великолепный, и, похоже, история произошла и с другим моим учеником, нам снова удалось найти владельца и вернуть потерю, и тот тоже оказался хозяином магазина, и у него мы ничего не купили со скидкой, был у меня в Казани друг Йосиф Лившиц, он работал в лесной промышленности, как-то осенью, накануне праздника Шмини-Ацерет, которым завершается весь праздник Суккот, неожиданно ударили у нас там, в Казани большие морозы, река замерзла, сплав остановился, и бревна не дошли по назначению, вероятно, о таком чрезвычайном положении ЧП следовало доложить, иначе могли быть неприятности, но в этот день Йосиф Лившиц отправился в синагогу, как он пел и танцевал, как будто ничего не случилось, мне стало его очень жалко, я ему говорю, Йосиф, Йосиф, ну, сделай, вот сейчас, раскайся, сделай чугу, начинай соблюдать субботу, введи в свой дом кашрут, а он отвечает, Ицикл, Ицикл, мне сейчас некогда, ты понимаешь, очень много работы, вот подожди немножко, я выйду на пенсию, тогда буду самым кошерным евреем, буду исполнять все, что скажешь, но, к сожалению, он умер за три дня до ухода на пенсию, эту главу Равыцкак назвал, не откладывай на завтра то, что ты можешь сделать сегодня. В Торе, в главе Китаво, в книге Дворим, перечисляются все благословения и проклятия, которые Творец пошлет народу Израиля, если они не будут исполнять будут проклятия, а если будут исполнять законы, которые дает нам Творец, то будет благословение пребывания нашего на земле. А последнее проклятие звучит так, проклят тот, кто не поставит слова этой Торы, люяким буквально, не поставит, не установит. И вот, Рамбан объясняет так, на того, кто совершил нарушение нечаянно, или потому, что соблазнило его дурное начало, он не мог удержаться, на того не распространяется это проклятие. Не сказано, проклят тот, кто не исполнит, сказано, проклят тот, кто не поставит, не установит. Как это понимать? И Талмуд объясняет, даже если человек абсолютный праведник, выполняет все заповеди, но имея такую возможность, не помешал нарушать публично закон Торы, не настоял на соблюдении ее, на него и о нем говорят эти слова. Проклят тот, кто не поставит слова Торы эти. И сказано в Талмуде от имени Рава Аси. Если человек учит Тору, даже преподает ее другим, не делает запретов и выполняет все повелительные заповеди, но был момент, когда он мог поставить слова Торы, то есть имел возможность помешать нарушению слов Торы и не сделал этого, он проклят. А если в нужный момент человек решительно настоял и добился правильного действия, такому человеку относится благословение. Благословен тот, кто установит слова Торы. Я понял это, продолжает Равицкак, когда приехал в Израиль, и я попал на вечер, где сидели и беседовали несколько человек. И вот один из них, человек уже немолодой, рассказывал, я был одним из крупных чиновников, функционеров в партии Авода. Прежде она называлась Мапай, левая партия, стоящая у власти в Израиле с первых лет существования государства. Я участвовал в создании государства. И нам приходилось обсуждать разные вопросы. И среди прочего, моих товарищей хотели принять решение, чтобы в Израиле, в Иерусалиме ходили автобусы в субботу. Сам я в субботу езжу на своей машине, а тут я встал и говорю, я этого не допущу. На меня они закричали, что с тобой, что с тобой, ты что, религиозный? Меня даже понизили по партийной линии. Но так как решение об автобусах было в моих руках, то не нашлись автобусы в субботу. И так потом это было принято. Говорит Равыцкак, о таком человеке сказано, благословен, кто поставит слова этой Торы. Здесь в Израиле можно помешать многому плохому. И Тора нас к этому обязывает. суббота. 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 Продолжение следует...